Перед просмотром данного видео советую вам подписаться в сообщество любителей The Forest, ссылка в описании ролика. Ну что ж, васапгай, с вами Малкией, Милка и сегодня вышло очередное обновление для игры The Forest, на сей раз это 12 патч. На что хочу обратить сначала ваше внимание, так это на то, что разработчики очередной раз заставляют нас ждать до выхода следующего обновления целый месяц. Целый ёптвый месяц, простите за выражение, но реально это невыносимо. Несмотря на то, что мы ждали месяц до выхода этого нововведения, нового обновления, вот, список хоть и большой, но ничего в нём существенного. Только исправление неких багов, ну таких мелких, вот, даже не добавили крафта, никакого крафта, то есть, ну, именно новых построек не добавили, только модернизация оружия. Так, ну что ж, самое важное, это решена проблема с подключением к вашему серверу друзей. Теперь вам не потребуется открывать порты и узнавать свой IP, вы просто можете пригласить друзей через функцию Steam. Давайте я вам покажу, как это сделать. Вы заходите в Coop, нажимаете, ну, либо New Game, либо Continue. Далее переходите в Host Game, если вы хотите создать, то есть, если вы создаете, то вы переходите в Host Game, если вы подключаетесь, то заходите в Join Game. Здесь вы вводите название вашего персонажа, выбираете, сколько человек сможет играть на вашем сервере. К сожалению, в этом обновлении максимум человек на вашем сервере может играть 8, то есть, не 128, по-моему, или 126, как это было в прошлом обновлении, а ровно 8. К сожалению, ровно 8. Вот, я, конечно, хотел провести мега-сходку, в которой участвовал бы человек 15-20, вот, ну, не судьба. Но ничего, в последующих версиях должны увеличить количество игроков на сервере. Так, добавлена возможность сделать комнату вашей приватной, то есть, подключаться к ней смогут только ваши друзья. Вот, если хотите сделать ее приватной, ставите здесь такую точечку, если нет, то просто ничего не ставите. Нажимаете далее Host. Вот, появился, кстати, топорик, который должен крутиться. Так, как видите, здесь 8 игроков, то есть, один из 8, я подключен. Чтобы пригласить друга, вы нажимаете Inline Friends, и нажимаете пригласить на имя того друга, у которого есть The Forest, с кем вы хотите поиграть. И после того, как ему придет уведомление, если он его примет, он появится в списке, вот, вот, в этом вашем списке. Вы сможете нажать Start Game и начать кооперативно играть на вашем сервере, вот, вживать на острове. Так, ну, и теперь давайте я покажу, что нового вообще добавили. Так, я уже играл немножко, сохранился. Чего добавили, чего пофиксили. Винвентарь у того, кто подключается на ваш коврик для ремесла. Я не знаю, что это за коврик, ни разу не видел здесь коврики. Теперь из кроликов можно добыть кожу и сделать какие-то чехлы. А, вот, 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 кстати, я их сейчас вам покажу. Чтобы скрафтить чехол, вам потребуется убить двух кроликов и освежевать их. После освежевания у вас появляются в инвентаре две кожи, из которых вы, соответственно, можете сделать чехол. Как он выглядит? Он выглядит вот таким образом. Вы его можете использовать для того, чтобы собирать чернику. Чернику, после того, как вы соберете, она будет отображена у основания вашего чехла. Вот, и в любой момент, если вы проголодались, как видите, вот я немножко проголодался, вы нажимаете левой кнопкой мыши по чернике, вот, а, нет, я был сыт, то есть, угу, короче, забейте. Когда ваш персонаж будет голоден, вы нажимаете левой кнопкой мыши по чернике, употребляете ее, как бы съедаете, ваш желудок оснащается, и вы уже становитесь менее голодным. Ну, вроде как, пополняется полностью вся сытость. Такс, 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 такс. Появилась возможность раскрашивать предметы боя, ну, то есть, всякое оружие. Чтобы это сделать, вам потребуется собирать чернику. Вот, ну, я не вникал в подробности, как, собственно, окрашивать, как собирать краску. Я думаю, об этом вы сможете узнать в сообществе любителей The Forest, ссылку на которых я оставлю в описании под видео. Так, обновили список модернизации оружия. Ну, да-да-да, это вы тоже сможете увидеть в группе. Так, улучшены звуки ветра и шелост листья. Ну-ка. Да нет, вроде бы прежний. Ну, давайте найдем какие-нибудь кустарники. Ага, вот. Ну, давайте послушаем. Ну, да, вроде бы как изменили. Так, дальше. Усовершенствованные дальние враги. Я тоже не знаю, что, что, что именно, что, что они подразумевают в дальних врагах. То есть, я могу, конечно, предположить, что теперь вот эти, помните, такие монстры, монстры, которые находились только в пещерах с шестью руками и ногами. Вот, либо они улучшены и теперь будут более строгие и нападать на вас более утонченно. Либо будут выходить на этот свет и нападать вас в нем, в этом мире. Так, далее. Добавлено несколько потоков в мире. То, ну, так же, я не знаю, что это за потоки. Может, добавлены новые локации. Может, добавлены какие-то озера или речки. То есть, без понятия. Криво, гугл-переводчик мне это все дело перевел. В пещерах, стоя в воде, вы будете зябнуть. Чтобы этого избежать, можете сооружать факела или обычные костры. То есть, теперь, когда вы появитесь на острове, вам потребуется обеспечить себя на будущее. То есть, если вы хотите посетить какую-то пещеру, вам потребуется, ну, как минимум, убить вот этого вот бэмби, освежевать его, беречь шкуру и одеть на себя, чтобы вы не замерзали в пещерах. Потому что практически во всех пещерах находятся эти озера, вода, короче. Если вы будете стоять в ней, находиться вот, то вы будете замерзать. И это может плохо сыграть, вообще, плохую шутку с вашим здоровьем. Во-первых, с выносливостью, ну, и также со здоровьем. Так, также ночью вода будет более холодной. То есть, теперь ночью, если вы вздумаете поплавать, вам придется напяливать на себя шкуру бэмби. Либо же вообще не плавать, ожидать дня. Этого я, конечно, проверить не могу, потому что сейчас день, написано все про ночь. Добавили две аудиодорожки при входе в пещеру. Ну, я тоже не вникал в эти вот все аудиодорожки. Реально, ну, как-то... Я считаю, что это ненужный факт. Так, что-то добавили какие-то звуки с водой. То есть, как вот... Слышали, да, когда я погрузился в воду? Как-то вот реалистичнее оно все произошло. Исправлен бах с магнитолой и шагометром. Ну, я тоже смотрел этот шагометр, вроде бы как ничего нового не заметил. Шаги показывают, сколько вы проделали шагов на этом острове. Ну, все остальные факторы не изменяются. Теперь, если вы построите дом на дереве и перезайдете в игру, дерево, на котором был построен сам дом, будет стоять на месте и никуда не денется. Потому что, помните, в прошлом обновлении, после того, как вы перезаходите на сервер, дом стоит на месте, но дерева почему-то нет. И создавалось такое ощущение, что либо кто-то из ваших друзей его срубал, либо просто... Ну, бах, короче, его пофиксили. Вот это вот славно, реально классно. Так, вроде бы как в инвентаре не будет пропадать... Так, стоп, не понял. А, вроде инвентарь не будет пропадать после вашей смерти на сервере в мультиплеере. Ну, этот факт мы проверим уже, играя с райдером на сервере в мультиплеере. Потому что здесь я этого, как бы, проверить не могу. Вот. Ну, насколько я понял, если вас убьют, то вам не придется опять становиться на ваш труп, чтобы вернуть ваши все предметы. После авиакрушения враги вас сразу не навестят. Ну, как бы, я развел этот факт. Когда я появился, спустя где-то минуты две меня навестила красавица, которая хотела мною полакомиться. Но я двинул ноги. Добавлены объекты крафта. Исправлена повышенная яркость луны. Ага, давайте вот как раз сейчас луну увидим. Да, она теперь менее яркая. Если вы построите преграды а-ля скамейки, аборигены будут стараться их миновать, перепрыгивая через них. Вот это, кстати, очень классно. То есть, через камни, через скамьи, через еще какие-то преграды, которые вы будете сражать. То есть, аборигены будут стараться их перепрыгнуть, чтобы настичь вас. Так, если я правильно понял, то теперь после того, как вас ранят аборигены, вы потеряете сознание, то ваш друг сможет подойти к вам и привести у вас чувства. И это означает то, что вам не потребуется с самого самолета бежать на место смерти. То есть, вы, даже если упадете после того, как вас будут бить аборигены, то ваш друг сможет вас поднять, и вы сможете спокойно продолжать с того же места, где вас, собственно, и ранили. Там, где вас валили сну. Так, улучшена производительность мультиплеера. Ну, в настройках здесь я смотрел, здесь ничего как бы не добавили. Вот, так что нужно будет опять-таки заходить в мультиплеер, чтобы проверить весь сок, который вынесли в этом обновлении. Собирая бумажные деньги, вы можете их использовать в качестве поддержания огня. То есть, если у вас не будет листвы с кустарниковой, с деревьев, и если у вас будет костер, вы можете просто подкидывать свои вот эти вот купюры в огонь. То есть, теперь от них, ну, хоть какой-то будет толк. Так, что? А, ну, все, вроде бы как все я вам зачел. Все остальное, что я не зачитал, вы увидите в последующих сериях, которые я буду записывать с Эрайдером. Вот, если хотите поиграть с нами, то подписывайтесь на мой канал, на его канал, вступайте в наши группы, следите за новостями, мы о всем будем вас оповещать. Вот, если вам понравился данный выпуск, можете поставить лайк, я буду очень благодарен. Также можете подписаться на канал, потому что мы будем с Эрайдером выкладывать вот эти вот несколько дней много серий. Вот, как вдвоем, так и будут с нами играть подписчики. То есть, нас будет немало. Будем фаниться, забавляться. Так, ну, если вам не понравилась серия, пожалуйста, напишите, что именно вам не понравилось. Можете, конечно, поставить дизлайк. Вот, ну, как-то так. Что ж, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Смотрите новые предыдущие серии. И до скорой встречи, ребят. Всего хорошего, всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok